Да, это программа «Особое мнение» на часах 13.05. Меня зовут Владимир Сметалин. Здравствуйте! Впервые, кстати, в этом году, в новом 2017-м, и впервые в рамках «Особого мнения» я сегодня буду общаться с Владимиром Костиным, координатором Кировского регионального отделения ЛДПР, депутат Законсобрания Кировской области и руководитель фракции ЛДПР в нашем ОЗС. Владимир, добрый день. Добрый день. С наступившим. И вас. И с отступающими морозами. Дай бог. Только что заглянув в прогноз погоды, завтра уже порядка 20, со знаком минус, а послезавтра порядка уже 10. Будем верить. А насколько морозно в ОЗС? Наверное, сейчас морозно, ввиду того, что... В плане взаимоотношений. В плане взаимоотношений горячо. Горячо. Совсем не морозно. Ну, сейчас мы с вами начали говорить о том, когда состоится следующее приноровное заседание, оно будет только в феврале. В январе это... без этого пока обходится. Да. Ну, думаю, потому что длительные праздники. Мы уставили тот порядок, который есть в ЗАГС-собрании, и мы физически не успеваем носить за проекты. Да, с подготовкой проблемы, поэтому январь у нас пока обходится без этого мероприятия. Ну, вы человек в ОЗС новый, да и вообще ранее, как говорится, в представительные органы не избирались. Но хочется все-таки у вас, как у нового человека, в ОЗС узнать ваше впечатление от работы в региональном парламенте, и, возможно, уже какие-то сделаны первые выводы. Да, с вашего позволения, небольшое отступление. Все-таки всех радиослушателей поздравляю с наступившими праздниками. Желаю, чтобы в домах царило благополучие, чтобы все были здоровы, счастья вам, побольше положительных эмоций. Что касается законодательного собрания, не совсем правильное осуждение о том, что я в ОЗС новичек. Как депутат, да. Как депутат, я имею в виду, да. Да, как руководитель реконделения, я с деятельностью ЗАГС собрания предыдущего созыва, и даже созыва, который предшествовал той фракции, которая у нас была, работал, и знаю, чем люди занимались, имею представление. Поэтому все процессы, которые происходят, они знакомы. И можно уже с уверенностью сказать, что мы были готовы всей фракции к тому, что, собственно говоря, сейчас происходит в законодательном собрании. Это о впечатлениях. Что происходит? Впечатление не первое, но мы готовились к тому, что будет непросто отстаивать те идеи, с которыми мы пришли в ЗАГС собрание. Так, собственно говоря, и случилось. Особенно, когда в законодательном собрании есть квалифицированное большинство одной партии, любой. По мне, так это не способствует какому-то конструктиву. Эффективной работе законодательного собрания это точно не способствует. То есть любая партия, она перетягивала бы дело на себя? Когда вы можете принимать решение без оглядки на любое отличное от вашего мнения, это точно не способствует эффективности. Потому что будучи трижды умным, заслуженным человеком, вы всегда должны прислушиваться к мнению людей, которые являются оппонентами для вас. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что вы правы. Если вы не слышите этих людей, не желаете их вообще отпускать даже к принятию решения, то эффективность явно упадет. Но чуть позже мы вернемся к словам спикера УЗС Владимира Быкова о том, что партия большинства будет прислушиваться к мнению оппозиции. И, впрочем, вы можете сейчас прокомментировать это заявление. Он сказал это в конце года. Когда угодно. Будем прислушиваться. Да, можно прокомментировать. Я сразу же отметил, что слушать и слышать – это две разных вещи. Так вот, сейчас скорее нас пытаются слушать, но никак не слышать. Говорить о том, что оппозиция услышана, явно не приходится. Причем, опять же, прозвучало слово «оппозиция», так уже сложилось. Неважно, кто говорит здравую мысльную мысль, если без оглядки на партию человек предлагает здравую идею, мы, безусловно, ее поддержим без оглядки на партийность. Но эта история не работает по обратную сторону, потому что, если вдруг оппозиция предлагает что-то, пускай даже здравое и дельное, это бракуется, с небольшими изменениями вносится от представителя партии большинства и уже принимается. Вот такая практика. Ну и истории таких немало. Да, да, да. К сожалению, ничего не поменялось. В этом новом созыве ничего не поменялось. У Либерно-демократической партии в нынешнем шестом созыве РЗС увеличило свое представительство и более того, у ДПР самое большое количество мандатов, если говорить, да, от оппозиции 8 мандатов. В общем количестве у вас 17, да, вместе с КПРФ и «Справедливая Россия», ну и «Единая Россия», напомню, 37. 37 депутатских мест, ну и при таком раскладе что в ваших силах? В силах ЛДПР и в силах вообще оппозиции и взаимоотношениях с оппозицией? На самом деле, даже по началу этого созыва в наших силах было значительно больше, чем сейчас. Потому что, ну если посмотреть вот на динамику, да, пятиминутки так называемые, которые были в предыдущем созыве, их сейчас нет. Упразднены. Упразднены. Нам объясняют, что, ну, все-таки парламентская трибуна – это не то место, с которого можно вещать о проблемах. Мы должны говорить только по повестке, по повестке, по рамках повестки. Давайте напомним, что в рамках справедливости, что такое пятиминутка, то есть на начале каждого пленарного заседания, представителя каждой фракции. Представителя фракции в рамках пленарного заседания. Пять минут до начала обсуждения вопросов, которые внесены в повестку. В эти самые пятиминутки выступающий депутат может включить в свои мысли соображения, наблюдения, может быть, основывает это на обращениях граждан, которые выступают депутату. В целом, о позиции фракции, можно сказать, о состоянии дел, допустим, в экономике Кирска. Ну так или иначе относится к работе ОЗС и касается жизни всех. Да, и плюсом ко всему, сейчас мы мало того, что не можем в пятиминутках выступать, мы обязаны, соблюдая регламент, выступать по задному вопросу. И если волнующий нашего избирательного вопроса не стоит в повестке, вот так сложилось, то мы это озвучить не можем. Ну, по логике, по регламенту. Хотя, естественно, регламент регламентом, но сложилась уже, на мой взгляд, негативная традиция регламента нарушать. Будем нарушать, если нужно будет отстоять позицию тех людей, которые в Кировской области, допустим, замерзают. Нарушение регламента, о котором недавно писалось и говорилось. Да, да. Неоднократно, кстати, регламент нарушался. Напомните, что имеется в виду и к кому претензии предъявляются. Претензии, в первую очередь, к председателю законодательного собрания, Луков Владимир Васильевич, очень негативную, как уже я сказал, тенденцию задал, нарушать этот самый регламент. Причем... В чем это выражалось? Ну, понятен. Вот, допустим, мы с вами обсуждаем сейчас какие-то вопросы, да, мы их можем обсудить любые. Но согласно регламенту законодательного собрания, мы можем обсуждать вопросы, которые внесены в повестку. Давать выступать любому депутату вне рамок повестки нельзя, любому, то есть если это происходит в адрес оппозиции, мы смиренно принимаем. Но если председатель считает по-иному, он может нарушить регламент, и ему за это ничего не будет. То есть регламент это внутренний документ, который одним нарушать нельзя, и за это, наверное, их бог покарает, или как-то еще не, да, а другим нарушать можно. И, естественно, решает, кому можно, а кому нельзя, председатель. Вот это, ну, уже там, практика нездоровая. Но вы ее сейчас будете пытаться изменить? Уже пытались изменить. Там речь шла об инициативе законодательной. Да, в том числе, ну, когда... Что предлагали-то конкретно? Ну, мы даже не столько регламент пытались поправить, сколько положение, потому что регламент в целом прописан неплохо. Важно его соблюдать. Другое дело, что нам, наверное, не предусмотреть ответственности за нарушение регламента, хотя мы как раз таки и предлагали. Можно внести, ну, либо отлучение, вот, полномочий, то есть, если председатель однократно нарушил регламент, это зафиксировано, почему бы не поменять председателю? Вот об этом мы и говорили. Собственно говоря, председатель сейчас старый бог в законодательном собрании, ему можно все, всем остальным нельзя ничего. Давайте пересматривать. Если есть большие полномочия, должна быть большая ответственность. Это все будет вот в форме законопроекта вноситься? В изменении в регламент. Мы уже обсуждали, это уже не принимается, можем с уверенностью сказать, что не будет эта инициатива поддержана. На самом деле... Эти вещи тоже на пленарные заседания, да? Да, естественно, обсуждается на комитетах и потом выносится на пленарные заседания, да. И не исключаю, что в феврале мы к этому вернемся, но на самом деле очень бы не хотелось, чтобы шестой созыв законодательного собрания у жителей Кировской области ассоциировался как раз с вот этой вот борьбой. Не столь важно, там соблюдается регламент законопроекта, не соблюдается. Куда важнее, какие законы принимаются. И если вот это вот несоблюдение регламента способствует тому, что жители Кировской области ощущают какие-то изменения негативные, то вот здесь, наверное, показатель отрицательной эффективности работы законодательного собрания. Если трижды регламент нарушается пленарно, да, но жители понимают, что им становится жить лучше, ну почему бы нет, да? Вот, собственно говоря, ответственность за нарушение регламента. Не так это важно. Куда важнее, что мы принимаем. И вот сейчас, опять же, я могу сказать, как руководитель фракции ЛДПР, мы не всегда принимаем те законы, которые жителям Кировской области во благо. Да, есть понимание, что у нас очень слабенький бюджет, да, есть понимание, что сытые годы мы бюджет проедали, экономика у нас страдала и сейчас от слабой экономики, и мы получаем весь тот комплекс проблем, которые есть. Денег не хватает ни на что, и вроде как есть необходимость сокращать на незащищенных людях, на тех, кто получает льготы, и вроде бы как это все без альтернативы. Вы сейчас говорите о событиях осени, да, когда ОЗС принимала эти положения, так называемая оптимизация, когда принцип адресности был ввезен при начислении льгот семьи с инвалидами, с детьми с инвалидами, компенсация за детские садритами. Да, принцип адресности. То есть ЛДПР голосовал за эти изменения? Нет, нет? Мы не поддерживаем, мы понимаем, что есть определенные проблемы, мы ни в коем случае их не поддерживаем. То есть вот когда нам объясняют, что нужно так или иначе сокращать, мы понимаем, что нужно сокращать бюджет. Но при этом голосуйте против? Да, объясню почему. Объясню почему, потому что есть масса способов сократить сейчас расходную часть бюджета. Есть очень много когубов, которые работают крайне неэффективно. Давайте, Владимир, об этом поподробнее после 30-ти секундного перерыва. Сегодня мы слушаем, напомню, особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения ЛДПР и руководителя фракции ЛДПР в ЗАГСобрании Кировской области. Вот какая интересная штука получается. Владимир говорит, что фракция, которую он возглавляет, понимает, что надо сокращать бюджет. С бюджетом большие-большие проблемы, но нужно сокращать за счет каких-то других направлений. Давайте подробнее. Да, сложилась практика негативная. Мы режем у тех, убираем льготы у тех, кто больше всего нуждается. Мы не замечаем гигантские траты, которые уходят, по большому счету, в пустую на воздух. Вот уже сказал про когубы. Когубы сейчас съедают очень много денег бюджетных. При всем при этом, либо существуют чисто декларативно, по сути, не выполняя никакой функциональной нагрузки, нет у них обязанностей. Гриф губернатор, ведь, тоже на этой теме акцентировался совсем недавно. Говорил о том, какую они малую прибыль приносят, при том, что они и тратят на себя. На самом деле, перед бюджетным посланием как раз вот это мы обсуждали. И губернатор все эти позиции обозначал в своем бюджетном послании. То есть, вот тогда казалось, что у нас, наверное, полностью совпадает мнение по многим вопросам. И мы в ближайшее время увидим какой-то практический результат. Не знаю, может быть, не хватает времени физически, пока мал срок. Но вот, что касается сокращения расходов на те же когубы, я пока не увидел результатов. И здесь еще явно есть на чем работать. То есть, в ближайшие... То есть, они заложены на эти деньги. Да-да-да, многие когубы, которые, в принципе, можно сокращать, вот, саму структуру, как таковую, и сэкономить, там, 30-50 миллионов. Тут были выполнены, куда пойдут эти сокращенные бюджеты. Давайте поговорим о газификации. Если газификация, там, допустим, в 2013 году на нее выделялось порядка 600 миллионов, эти деньги как раз-таки когуб осваивал, выступал в качестве заказчика, контролировал работу подрядчиков, то этот же когуб сейчас, по сути, не распределяет никакие бюджетные средства. Когуб есть? Как он называется? Денег нет. Как он называется? Вы помните? Управление газификации. Управление газификации нашего региона. Соответственно, зачем нужен этот когуб? Вопрос. Да, может быть, мы рассчитываем на какие-то... На привлечение бюджетных средств в будущем. Правильная надежда. Там, подождите, в «Газпром», по-моему, какой-то софинансированный орган есть. Вот об этом речь. У «Газпрома» есть софинансирование. «Газпром» будет эксплуатировать те сети, те котельные, пускай не котельные, те газораспределительные станции, которые строятся. И «Газпрому» выгодно, чтобы эти объекты строились хорошо. «Газпром» софинансировать. Почему эти функции, которые существуют сейчас, у когуба не переложить на «Газпрома»? На ту организацию, которая в итоге будет обслуживать. Есть облкоммунсеры с участием области. Почему тогда им не отдать функцию заказчика? То есть мы, по сути, сейчас дублируем все эти функции. И этот же самый когуб свою работу еще и выполняет крайне некачественно. Пример. Фаленский район, поселок Фаленки. У жителей регулярно перемерзает газ. То есть им газ не доходит. И когда мы это все обсуждаем, то действительно, возможно, я не будучи специалистом... Потому что бестолково это спроектировано изначально, а что бестолково это все построено. Когда в трубах осталась не просто конденсат, осталась вода, и она там замерзает, ее регулярно, там, по 140 обращений в день, представьте, о том, что газ не поступает. А жители приходят и выезжают постоянно бригады, постоянно это устраняют за деньги. Кому платить? Областному бюджету. Это ли не повод озадачиться тем, чтобы либо заставить когуб работать эффективно, либо все-таки расформировать 30 миллионов в год? Да, вот эта идея с когубами, она на каком уровне озвучивается вами? Каким образом вы собираетесь все-таки убедить в ее ценносообразности? Эта идея озвучилась. Вот эта конкретика, которую я сейчас дам, безусловно, будем доводить ее и до губернатора, до профильного министра. Надеюсь, что они услышат, либо будут оппонировать, и министр скажет, почему когуб нельзя сейчас упразднять. Какие еще идеи сейчас прорабатываются в рамках фракций, не знаю, отдельными депутатами, в ЗАГС-собрании, по поводу того же сокращения расходов? Вы знаете, не всегда нужно привлекать дополнительные денежные средства для того, чтобы что-то сделать более эффективным. К примеру, вот у нас сейчас распределение мест в детских садах крайне несправедливое. Об этом говорят многие. И если сотрудники различных боссорганов получают внеочередное право поступления детей в детский сад, то, к примеру, матери-одиночки не имеют даже первоочередного права. Об этом мы на самом деле говорили, на рамках другой передачи. Это как раз-таки повод нам, как законодателям, пересмотреть, возможно, существующие нормы. Либо понять, что такого мы можем сделать, повлияв, может быть, на департамент образования города Кирова, чтобы ситуацию изменять. Вы согласитесь, несправедливо сидеть с ребенком до трех лет, будучи одинокой мамой и не получая никакой доход. Это вряд ли возможно. А Вы тоже в разработке этих инициатив руководствуете здесь? Это и мысли о том, что дополнительных расходов лучше бы не привлекать на это. В условиях жесткой экономии. Давайте коснемся вопроса о детях войны. С одной стороны, конечно, желательно не привлекать дополнительных расходов бюджетных у нас. Давайте посмотрим, что такое законопроект о детях войны. Это на последнем пленарном заседании в Рио губернатор вышел с этой инициативой. Да, да, да. Инициатива раньше коммунистами в том числе озвучивалась. В СМИ сообщалось о том, что на ближайшем февральском пленарном заседании в ОЗС будет рассматриваться инициатива. Там речь идет о том, чтобы выдавать детям войны, людям, родившимся в то нелегкое время, удостоверения и нагрудные знаки. Смысл называется внеочередное, к примеру, обслуживание в поликлиниках и других социальных учреждениях. На самом деле уже неплохо. Если мы этот статус сейчас определим, дай бог, в ближайшее время мы держим для того, чтобы все-таки как-то компенсировать те потери, в том числе потери здоровья, которые эти люди понесли в свое время, трудясь на наши с вами блага. Здесь, знаете, хочется прям вспомнить фразу, которая прозвучала на одном из комитетов как раз-таки предыдущего законодательного собрания, когда обсуждался вопрос о сокращении доплат к лицам, замещающим муниципальные должности, являющимся главными районами, главными поселениями. Вы знаете, там серьезная надбавка к пенсии есть у этих людей. Собственно, по меркам поселения не такая плохая зарплата. Так вот, один из депутатов сказал, вот если мы сейчас это отменим, вы представьте, как мы им в глаза будем смотреть. Когда они избирались, они шли в том числе за этой пенсией. Не встает вопрос, как мы будем в глаза смотреть людям, которые трудились на благо нас с вами в те тяжелые времена. Не встает вопрос. Почему? Почему, когда мы сокращаем компенсации тем же ветеранам труда, этот же вопрос не встает? Подождите, не сокращаем, а инициатива вообще не решить. Но, слава богу, пока не прошла. Ключевой вопрос. Пока. Нет, ну вы знаете, если хотите, усвоить с моей эмоцией, отменить ежемесячную выплату ветерана труда, у нас не так давно город Киров получил статус города трудовой славы. А как при этом отменить? Видимо, нет в городе трудовой славы ветеранов труда, которые заслужили добавку, простите, в 450 рублей. Казалось бы, вот опять же, многие говорят, там, льготы, ветераны, да вот у нас бюджет от этого страдает. Не от этого страдает бюджет, не надо путать. Опять же, я коснулся экономики. И когда я говорю, деньги проедаются, я не говорю о том, что мы их тратим на льготы, и там нужно их сокращать. Речь совершенно о другом. Те деньги, которые мы выделяем на развитие промышленности, вот они проедаются, бездарно причем. Посмотрите на промпарки. И здесь бессмысленно предъявлять претензию какую-то нынешнему правительству. Понятно, когда это делается, понятно, кем и непонятно, кто за это ответственность принес. Вот единственный вопрос, который вызывает на умение. Подожди, там в предыдущем составе правительства выговор был вынесен двум сам предам. Да, это, наверное, серьезная кара. Имел неосторожность присутствовать на нескольких рабочих группах, как раз планирование постройки промпарка Вятских Полянах. Я вам скажу, ну там, наверное, как говорится, Сталина на вас нет, там бы расстреляли. Прямо на рабочей группе. Потому что вопрос о создании сайта обсуждался три раза подряд. И сайт не был создан, более того, сроки не были определены. Это, наверное, сложный такой вопрос. Сайт не для того, чтобы ознакомиться. Это вот просто для общего понимания, как планировалось создание этого промпарка. Когда деньги выделяются Федерацией в размере полмиллиарда рублей, надо не только обрадоваться и попытаться освоить. Надо обрадоваться и освоить так, чтобы экономика получила дополнительные средства. Когда у нас там непонятные резиденты, резиденты непонятные, я так понимаю, до сих пор, и пытаются привлечь кого-то. Список, по крайней мере, можно найти, по-моему. Ну, на сайте той же корпорации развитие кировской опыте. Список и отдача, это опять же разные вещи. Вот именно об этом мы и говорим. То есть сейчас, естественно, нужно уделять больше внимания экономике для того, чтобы бюджет не был просто набором цифр. Потому что когда мы говорим, ну вот у нас слабый бюджет. Ну а почему ветераны-то от этого должны страдать? Из-за них у нас слабый бюджет? Нет, они, извините, вложили все свои труды, они работали как могли. И причем отработали неплохо. Если вспомнить экономику, которую они нам оставили, это была мощная экономика, с помощью которой эти самые ветераны труда могли рассчитывать на то, что у них будет доплата к пенсии, и, наверное, не 450 рублей. И, наверное, они не будут задумываться о том, что выбрать. Продолжить работать или 450 рублей? Вывод очевиден. Продолжить работать. И когда мы их толкаем на то, чтобы продолжить работать, ну, извините, это точно не подарок. И когда мы говорим о нуждаемости, это тоже правильная вещь. Но нужно эту правильную вещь правильно и трактовать. Когда профильный министр, исполняющий обязанности, докладывает, что мы ориентировались нормами, которые существуют в Татарстане, в Чувашии и так далее. И там норма по Татарстану. Дохода 20 тысяч рублей. Так вот, вы мне покажите этих ветеранов труда, которые по 20 тысяч рублей все еще претендуют на 450 рублей доплаты. Много ли у нас таких? И если мы ориентируемся на Татарстан, давайте, может, тогда такую же норму для начала введем. Не прожиточный минимум, а 20 тысяч рублей. И посмотрим, сколько ветеранов у нас отсеклись. И как они переживают по этому поводу. Я думаю, там, может быть, десятками, максимум сотнями мы будем исчислять вот этих самых ветеранов. Этот законопроект об отмене ежемесячных выплат ветеранам труда. У вас есть предположения и опасения, что он еще раз будет относиться или правительство будет каким-то еще образом? Более того, члены правительства об этом уже заявляли. Да, там, кстати, сумма озвучилась 140 миллионов рублей, которые, может быть, высоко пришли. Опять же, есть возможность сэкономить 140 миллионов рублей и отправить эти деньги на поддержку многодетных семей. Почему мы должны забирать у одних и отдавать другим? Раньше у нас, опять же, экономика была не сильно крепче, и мы могли поддерживать и тех, и других. Сейчас нужно из кого-то выбирать. Простите, я вас прервал в этом, чтобы вначале говорить про член правительства. Да. Даже. Александр Шкурдемов об этом уже сказал, поэтому мы... Еще раз будет, еще раз будет, он все это выносит. Я так полагаю, что да. Полагаю, что к этому вопросу мы вернемся. Более того, я не скрою, мы очень удивлялись, когда увидели результаты голосования. Одного голоса не хватило, чтобы этот закон прошел. При том, что вся оппозиция проголосовала против, при том, что среди депутатов правящей партии от Единой России нашлись те люди, которые воздержались. И более того, нет, воздержались. Против, по-моему, никто не проголосовал. Соответственно, когда мы увидели результаты голосования, мы, мягко говоря, удивились и ждали, что в очередной раз мы, наверное, будем переголосовывать этот вопрос. Тоже практика уже сложилась. Удивляться, наверное, бессмысленно нет. Вот вдвойне мы там обрадовались, но заявления разлучали. И, наверное, вернемся к обсуждению этого вопроса. У нас реклама сейчас, и скоро мы продолжим нашу беседу. Владимир Костин сегодня в студии особого мнения. Координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, депутат ЗАГСобрания и руководитель фракции Либеральной демократической партии в нашем региональном парламенте. Еще хотелось бы получить ваши комментарии по поводу недавнего заявления в Рио губернатора Игоря Васильева на последнем пленарном заседании УЗС в 16-м году. Законодательное собрание, сказал вам, все-таки место для дискуссии. Мы должны слышать друг друга. Сегодня прозвучало оппозиционное, не оппозиционное. Вам всем доверили люди. Большая часть людей или меньше. Но за каждым из вас стоят эти самые люди. Ваше мнение очень важно. Хотелось бы, чтобы вы его высказывали, в том числе и на комитетах. Дискуссия должна быть? И что имел в виду, на ваш взгляд, глава региона? Безусловно. Я надеюсь, что как раз позицию губернатора в первую очередь услышал председатель нашего законодательного собрания. Как мне кажется, все, что сказано, было адресовано в первую очередь ему. Потому как участвовать в дискуссии мы участвуем. Кытаемся, по крайней мере. Опять же, к вопросу слушать-слышать, это, наверное, как раз такие проявления признаков дискуссии. Когда один говорит, второй делает вид, что его слушает, но это не дискуссия. Мы готовы спорить на комитетах, более того, периодически это случается. На комитетах, на совете законодательного собрания. И когда без объяснения причин отказа большинство голосует так, как голосует, но кроме как недоумения это ничего вызвать не может. Оппонируйте. Вот есть наша точка зрения. Выскажите свое. Мы хотя бы будем ориентироваться. Чем вы руководствовались, принимая тот или иной закон. Сейчас же полный штиль на комитетах, за исключением высказывания наших позиций. На законодательном собрании мы снова что-то высказываем. Результат вы все прекрасно представляете. Голосование идет однобок. К вопросу, опять же, как изменилось законодательное собрание по сравнению с предыдущим созывом. В предыдущем пятом созыве была практика перед пленарным заседанием. Руководители фракции собирались и обсуждали все ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на пленарном заседании, чтобы понять позиции фракции. Сейчас этого нет. Тем самым, опять же, это все обусловлено позицией председателя. Председателю, в принципе, не интересно, что думает оппозиция. Как вы будете голосовать по какому вопросу? У нас большинство квалифицировано. Если нужно, мы примем все без вас. Не всегда, правда, получается, но в большинстве случаев это именно так и происходит. Соответственно, говорить о том, что у нас налажен диалог, точно не приходится. Мы вроде бы как все участвуем в работе законодательного собрания, пленарном заседании, комитетах, но все по-разному. Все по-разному понимаем эту работу. Какую роль во всем этом процессе законодательным играет спикер ЗС Владимир Васильевич Быков? Ключевую. И ваше мнение о нем как руководителя собрания? Вот он на своей должности здесь. Очевидно, ключевую роль играет руководитель ЗС Собрания. И он определяет, опять же, нарушается регламент, не нарушается. Какие вопросы в повестку попадают, как они попадают, как это все обсуждается на комитетах, как это все проходит через пленарные заседания. И я так понимаю, все-таки ключевое влияние на фракцию как раз таки у нынешнего руководителя ЗС Собрания, несмотря на то, что он формально не является руководителем. И говорить о том, что как может измениться процесс, будет другой председатель, кардинально может поменяться процесс. И во многом, во многом важно наладить диалог, то, чего сейчас нет. И мы коснулись уже вопроса, да? Подождите, вы уже не первый раз говорите о том, что был бы другой председатель. Вы будете продвигать, что называется, эту идею? Инициировать? У нас еще больше четырех лет работы. Я не исключаю, что либо мы изменим позицию нынешнего председателя, либо поменяем председателя, и есть другой вариант, ничего не изменится. Вариант три не сильно устраивает, по крайней мере, нашу фракцию, потому как работать в том формате, который существует, очень сложно. Эффективно работать очень сложно. В принципе, делать вид, что мы работаем, то можно. Каким образом статьи можно менять? Председателю, напомните. Может, представитель сам захочет измениться? Я же повторюсь, первая позиция. Председатель поменяет свое отношение к происходящему процессу. И начнет слышать. Сейчас этого не происходит, но вдруг. Ну, не знаю, там, озарит его, что все-таки с оппозицией куда конструктивнее работать вместе, а не против друг друга. Потому как, следуя тому, что сказал губернатор, все мы представители, избиратели, тех людей, которые из нас проголосовали. И важно слышать всех. Председателя, текая мнение оппозиции, в принципе, не хочет слышать тех людей, которые голосовали против. Располагает ли он тем самым к себе избирателя, в том числе того, кто голосовал за него? Наверное, и нет. Вот поэтому и хочется, чтобы председатель изменил отношение к процессу. Вот когда стало известно, что именно Владимир Быков возглавит ОЗС, нынешний вице-спикер Закцсобрания Роман Титов говорил о том, что за годы работы в Гордуме, за годы ее руководством, Владимир Васильевич грамотно организовывал ее работу, успешно. По его словам, что и ОЗС тоже перенимет этот опыт. Согласна. Куда важнее мнение не господина Титова, а мнение жителей города Кирова. И области, раз уж и соблазно. Все-таки, раз мы говорим пока о городской думе, о руководстве городской думы, то, наверное, в первую очередь нужно было спросить, насколько эффективно руководил городом на тот момент глава этого самого нашего любимого Кирова Владимира Васильевича Быкова. И здесь, вы знаете, мнения это разнятся. В том числе с мнением господина Титова. Если спросить жителей Кирова, мы можем услышать много всяких неприятных вещей. Будет ли то же самое с областью? Вопрос. Другое дело, что будучи главой у Владимира Васильевича было куда большее количество полномочий, чем сейчас у него в Закцсобрании есть по управлению областью. Но, тем не менее, его позиция ключевая. И его отношение к тем вопросам, которые мы принимаем, тоже является ключевым. А как вам заявление Владимира Быкова о том, что монополия Единой России в ОЗС – это, скорее, плюс? О том, что у представителей оппозиции нет достойных персон для того, чтобы возглавлять комитеты более опытных, чем в Единой России? Что касается монополии, я уже высказал мнение. Любая монополия – это вредно. Если сейчас две трети голосов в парламенте возьмёт ЛДП и перестанет слышать другие партии, это точно будет во вред. Если возьмёт две трети – хорошо, но слышать не перестанет. Вот ключевой вопрос. Сейчас квалифицировано большинство, всех остальных не видно. Что касается второго момента. Нет кадров. Ну, наверное, некорректно хвалить своих, поэтому я посмотрю на других представителей оппозиции. Василий Куприянович Сураев, человек, которому можно считать непрофессионалов. Да, очень не хотелось бы сравнивать. Но при всём при этом, как таковой, человек весьма достойный. Анатолий Михайлович Пчурин. Просто два человека, которые, наверное, ослабят ту позицию, которую озвучивает председатель, о том, что людей нет своих хвалить не будет. Остается у нас буквально несколько минут. Я хотел бы всё-таки перейти к итогам года, на ваш взгляд, к самым важным событиям. Но перед этим я хочу уточнить этот вопрос. Как известно, накануне 2017-го освободилось место во фракции ЛДПР в городской думе. Каково будущее в этом? Поделитесь, пожалуйста. Потому что информация такая противоречивая, и объективных данных пока нет в СМИ. С депутатом будет кандидат, который стоит в следующем списке. В следующем списке стоит Юрий Львович Лемензон. Поэтому в ближайшее время он станет депутатом городской думы. Это не одномандатный округ. То есть депутат, который сложил полномочия, избирался по списку. Соответственно, движение будет по списку. Вопрос уже решён. Здесь иной процедур. Согласие Юрий Львовича уже получен. Там нужен самоотвод, чтобы процедура изменилась. Самоотвода нет. Юрий Львович готов работать, надеясь, что у него всё получится и работа будет эффективна. То есть переговоры с адресованием уже проведено? Безусловно, потому как сроки там сжаты. И важно понимать, берёт человек самоотвод или нет. Если самоотвода нет, то процедура, прописанная законом, мандат передаётся следующему списку. Вполне возможно, что в следующий раз, когда Юрий Львович к нам придёт в студию, он уже будет в статусе, в том числе депутат и городскую думы. Не исключено. У нас частый гость, поэтому не исключено. Хорошо. Итак, итоги года. Я вас предупреждал, просил, чтобы вы выбрали по три каких-то основных главных события в масштабах страны и три главных события в масштабах нашего региона. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения вам, к примеру, известно. Да. О том, что парламентские выборы наши сограждане сочли самым значимым событием у ушедшего года. Итак, ваш вопрос. Я солидарен с большинством жителей нашей страны о том, что парламентские выборы стали ключевым событием. Другое дело, не совсем я тут склонен доверять официому, потому как 40% приходит на выборы, при этом большинство считает, что самое важное событие. Либо многие прогуляли самое важное событие года, либо тут в целом чего-то недосмотрело, может быть, неправильно посчитал. Что касается нашего региона, ну вот пока по верхам, да, не совсем я согласен, что продолжение строительства путепровода – это знаковое событие. Я напомню, что это главный ответ в голосовании, которое организовывала Кировская городская дума. Опять-таки, не склонен видеть результаты вот этого голосования, потому как завершение строительства путепровода в Чистые Проды будет знаковым. событием для города Кирова, может быть, даже для Кировской области. В 2018-го года, если всё пойдёт так, как должно идти. Если всё пойдёт. Поэтому говорить о том, что строительство продолжилось, оно должно было продолжаться. Вот что-то знакового я здесь не заметил. Знаковым, опять же, могла быть приостановка. Планы определены, давайте работать в рамках планов. По стране, честно говоря, год был на самом деле очень непростым для страны тоже. И те парламентские выборы, которые прошли, они с одной стороны показали, что в целом население продолжает жить стабильно и этому радоваться. С другой стороны, не совсем отдаёт отчёт важности той возможности, которая даёт Конституция. Возможности выбирать. А не знаю, вот эти парламентские выборы тут имеются в виду, наверное, не только выборы в Госдуму, но и вообще в парламент других уровней. В первую очередь в Государственную Думу. В первую очередь в Государственную Думу. Я просто более широко себе пытаюсь понимать это. Тут на самом деле, на мой взгляд, идёт полное соответствие выборов Государственной Думы и выборов, допустим, парламентов-субъектов. Потому как, если посмотреть на Государственную Думу и на Заксобрание, один в один, там конституционное большинство, тут квалифицированное большинство за счёт одномандатников, за счёт одномандатников, ну, собственно говоря, всё очень похоже. Опять же, воспользовались тем, что избиратели не в полной мере могут разобраться, кто такие одномандатники. И большинство от представителей партии, которая набирает на самом деле не так много, избирается в Государственную Думу. И когда мы говорим о легитимности, ну, нужно посмотреть, что 40% избирателей дошло до избирательных участков. Из них там 40% отдали свои голоса Единой России. Одномандатники некоторые избрались за счёт поддержки избирателей количества 25-27% голосов. При этом квалифицированное конституционное большинство соответствует ли это реальность? Это вопрос не только мой. И люди, с которыми мы общаемся регулярно, которые ходили на выборы, не ходили на выборы, говорят, что в принципе это невозможно. Надеюсь, когда-то придёт осознание до людей, что нужно прийти на избирательный участок самостоятельно, не доверяя никому, поставить галочку там, где ты считаешь, нужно испортить бюллетень ради Бога, но проявить свою позицию не просиживания штанов на диване где-то, а всё-таки... Владимир, минута и всё-таки, уже не по три прошло, а хотя бы два или по одному главному событию на уровне региона. По стране выборы депутатов Государственного Дома, по региону отставка губернатора очевидна, потому что это серьёзное потрясение. Со знаком плюс событий или минус нам, наверное, придётся оценить уже в 2017 году, по крайней мере, произошло. Поэтому события ключевые. Ну, на втором месте. Назначение временно исполняющего обязанности. И ожидание новых выборов, конечно. Ожидание новых выборов. Хорошо. Владимир Костин – координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, депутат Закцабаники Кировской области, руководитель фракции ЛДПР в нашем областном парламенте. Истекает время вашего особого мнения. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания.